Защита, естественно, довольна любым справедливым и законным решением. А мы считали, как и оправдательный приговор абсолютно справедливым и законным решением, так и решение апелляционной инстанции, которая постановила оставить в силе оправдательный приговор в отношении Мазина и Натальи Васильевны. И мы считаем, что Наталья Васильевна тогда, в конце 2018 года, когда произошли все эти события, которые были положены в основу его обвинения, она не могла поступить иначе. Она оплатила абсолютно нормальные, хорошие УЗИ-аппараты. И проведенными экспертизами, которые были проведены уже после направления дела в суд, установлено, что эти УЗИ-аппараты соответствуют регистрационному удостоверению. Тут ошибка следствия, которая произошла, что они сослались на первую экспертизу, которая не в полной мере исследовала эти аппараты. И в открытых судебных заседаниях, которые сегодня в апелляционном судебных заседании, в открытом, эти обстоятельства исследовались. Поэтому любой справедливый приговор хорошо. Плохо только то, что дело, начиная с материала проверки и расследования дела, заняло три года. Наталья Васильевна сегодня говорила, что весь процесс прошел три года. Вот три года понадобилось на то, чтобы установить незаконность предъявления обвинения и неправильность предъявления этого обвинения. Три года Наталья Васильевна отставила свое честное имя. Сейчас приговор вступил в законную силу, она оправдана. И государство посчитало, что она не совершала никакого преступления. Ей разъяснено право на реабилитацию. Она считается оправданной. Еще раз повторю, она не совершала преступления. И теперь государство в лице прокуратуры должно и принести извинения. Сегодня представители прокуратуры выступали ли на заседании? Какие доводы приводили? Почему они считали ранее вынесенное решение не совсем правильным? Если с чем пытались его? Сотрудники прокуратуры выступали. Сегодня присутствовал госгосударственный обвинитель. Он выступал и требовал отменить оправдательный приговор. Никаких новых доводов. Не было прокуратуры приведено. Обсуждались только те вопросы, которые обсуждались в суде первой инстанции. Но прокурор, тем не менее, наставил на необходимости привлечения Мазиной к уголовной ответственности. Естественно, мы парировали, мы долго выступали. Практически мы вспоминали все, что прошло за три года. И вспоминали те обстоятельства, которые уже рассматривали в суде первой инстанции. В результате многих десятков, по-моему, было порядка 50 судебных свиданий в суде первой инстанции. Вот мы вспоминали, анализировали события, которые были летом этого года. Еще раз говорю, защита удовлетворена. Не удовлетворена только в том, что три года понадобилось на это. Три года.